В те времена был слышен идиш, теперь такого не услышишь. Остались нам истории людей, воспоминания минувших дней. Самое яркое событие для меня в городе оказалось – наводнение. Я не помню год, очень сильное наводнение было где-то, может быть, это какой-то год примерно, может быть, это 50-й год, где-то я был в 7-8 классе. Почему? Потому что я учился, когда во второй школе мы ходили, через линию мы ходили, вторая школа, вы представляете, где она только вот еще, вот до последнего времени она была. А рядом как раз вот эти правительственные здания, вот эта площадь. И вот я же ходил в библиотеку, а библиотека тут же рядом со второй школой. И вот было сильное наводнение, причем оно как-то наш поселок не захватило. То есть, ну, была вода на улицах, но у нас очень высокая насыпь на поселке, и железная дорога высоко, поэтому железную дорогу не залило. А вот город залило, и мы сюда пришли спокойно, а подошли к этой площади, а там идти нельзя. И вот мы смотрели, как люди ехали, ездили на лодках, плавали на лодках. Вот это вот, наверное, событие, а у меня обычно же яркие события из детства. И вот меня покразило, как город, и нет, а тогда рассказали, что оказывается, когда город построили, сюда подходил теплоход из Хабаровска, и планировалось здесь сделать вот такое морское, ну, не морское, речное общение с Хабаровском. Вот такие вот вещи из детства. А так, еще есть яркое событие. Действительно, наверное, это или это День Победы, или это 50-летие области, вот на стадионе были, потому что наша область, наш культур культуры тоже, культпросветучилищем мы назывались, мы тоже участвовали там активно, там, если я не ошибаюсь, наш директор даже там, его... Ну, я могу соврать, а может быть, у меня такое осталось впечатление, что его под Ленина загранировали, потому что он такой видный был человек. А может, он кого-то другого играл. Почему это событие запомнился? Потому что там был практически весь город. Трибуны были заполнены, мы впервые увидели, когда можно... Мы сидели на трибунах, ну, как зрители, и можно было вот, когда, ну, дается приказ какой-то, и раз из флажков делаются какие-то слова. Может быть, это запомнилось, наверное. Наш город расстраивается, красивее, благоустраивается, выкладывает вот эти вот улицы, зелени много, деревьев, но очень красивый город, благоустроенный город, очень красивый городок. Ну, чаще всего мы бываем на фонтане, фонтан, один фонтан, второй фонтан. Я живу с дочкой, с внуками, мы ходим туда, отдыхаем. Для меня это все, это моя родина. Я приехал, мне было 20 лет сюда. Вот я живу здесь, считай, 64 года. Для меня это все, дорогие. Самый любимый город. Любимое место, конечно же, и было, и остается, это наш парк. Потому что и в детстве мы туда часто ходили, когда еще там был мост. Парк-то был когда-то в острове. Там был такой длинный, длинный деревянный мост. Это вот в районе, где сейчас центр детского творчества. Там же речка была, рукав беры был. Вот сейчас, конечно, к сожалению, парк уже совсем, увы, не тот. Парк этот для меня до сих пор, потому что те, даже кто приезжал, просто удивлялись, что как вы сумели. Это же естественный кусок тайги остался. Там не сажали никто. Вот как было, тайга там вокруг где-то, видимо, выродили. А вот эта вот тайга так и оставалась. Это моя малая родина. Я здесь родился, я здесь жил, живу. Я надеюсь, еще буду жить. И это единственный город. Но такого больше нигде нет. Это я знаю точно. Если бы даже, к сожалению, в Израиле не было, но учитывая, что там климат, скажем, мягко не совсем такой, то, ну, я не знаю, еще раньше до меня сказали, что это, говорят тоже высоким слоганом, земля, на которой я счастлив. И, в принципе, я могу так и сказать, потому что все в моей жизни, то, что происходило, и я надеюсь, будет еще происходить, связано именно с этим городом. Потому что здесь я жалился, здесь я родил детей, здесь я выучился, скажем так. Ну, в общем, все, что у меня есть, и я надеюсь, еще будет, все-таки связано с этим городом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова